всем здарова знаете у меня есть один такой хороший подписчик товарищи клиент зовут валек и он недавно нам сделал мега адский подгон подгон виде таких вот специальных штук для субарова как это еще сказать короче на всех субарях аутбеках есть накладки на пороге давайте я вам покажу какие они вот-вот видите вот накладочки есть на порог и она вот обычная пластмассовая накладка да все как бы обычно да это отходить с водительской стороны с подсозверткой да вот с таким вот зацепом всеми любимым почему ты вовсе так очень любит видите вот такая блямба вот ну короче есть накладки у меня самый жирная наверное самая жирная комплектация для 2 с половиной литров если я конечно же только не ошибаюсь но по-моему у меня самая жирная комплектуха для данного кузова для данной так сказать среды то есть европеец у меня там панорамный люк кожа рожи вся фигня короче вся борода круиз-шмуиз короче вот и два с половиной литра мотор то есть по моему жирнее нет но вот эти вот накладки на пороге они обычные пластмассовые а есть такие наверное какие-то там хитрожопые короче версии прочие есть хитрые накладки на пороге не как у всех так вот олег человек большой души сделал нам подгон давайте я вам покажу это вы уже наверное догадались да вот они такие есть вот такие же пороги да только с алюминиевыми вставочками такими красными красивыми они конечно же немножечко поддирались да если виды да то есть вот здесь вот есть зазорчик у плем 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 но это все фигня паксипол лечит вообще все что угодно ну и жир такой вот да вот вот виде там надписи subaru какая-то резюка прилипла вот то есть вот это вот водительский по моему порог да да это как раз водительский порог он вот такой вот классный с надписью subaru то есть тоже алюминиевые всяко веселее и круче смотрится когда вот такие вот накладочки понтовые чем обычные пластмассовые черные беспонтовые сейчас будем все это дело клеить на клее чтобы оно не было вот такое вот вот так был двусторонний этот какого скотч фигня мы поклеим как все хорошие люди на паксипол холодная сварка у меня есть и есть на основе эпоксидной смолы ну естественно приведем в порядок здесь я так понимаю обычные клипсы ничего особенного но я по раз как-то пороги снимал уже а может уже не пару раз снимал на своей машине еще ни разу не снимал порог вот ну тут обычно стандартная беда вот вот с двух сторон она вот от отваливается чем полечим помоем почистим обезжирим переклеим и будем ставить делать нашу машину еще круче ну и как говорится раз уж пошла такая пьянка то я знаете вот один так вот снял а он вот так вот раз и почти полностью отвалился плюс у него здесь есть такая маленькая вмятинка как бы вам бы так бы показать короче видите да ее надо подправить я так подумал подумал а плюс еще там еще всякие там песок швесок лежу 10 лет пытался наверно клеить его на супер клей алюминий вот но ничего страшного бывает и короче я решил погреть это феном и снять накладку все накладки скорее всего сниму может быть но это не точно ну короче это феном и я это феном и это феном и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И меня это нифига не устраивает Я пока это дело оставлю так как есть Вот эти вот две задние Посмотрим Если вдруг начнет отваливаться То переклею А сейчас хочу сделать как Я с большой, с водительской стороны Отчистил полностью скотч Тремовский, который здесь у меня был Вот такой вот Нанес рисочку Наждачной бумагой Вот И сейчас надо это дело мне все Поклеить сюда Мучился, мучился я короче пальцем Оттирал короче отсюда в этот скотч Дурацкий И совсем забыл про один шикарный способ Как снимать Берем обезжириватель Наливаем Чуть-чуть сюда Вот Обезжириватель подмачивает Двухсторонний скотч И двухсторонний скотч Вот так вот Офигенно Отваливается Ну а обезжириватель Антисиликон там И же с ними короче Очень прикольная штука Я забыл Когда-то Много буквок на машины клеили В свое время Как же я так забыл-то блин Я тут себе уже пальцы по старинке стер Так сказать Ну давай Тебя же должно хватить Осталось-то чуть-чуть О Раз И готов Целенько он прям А я мучаюсь Блин палец уже вон Вытер уже весь Ее мое Аж кожа полезла Все Поверхность в принципе Обезжирена Надо сейчас ее Набить рисочку И Можно будет клеить Давайте посмотрим Клеилась ли Вот эта вот часть Это я по-моему клеил Порог с водительской стороны Посмотрим Я тут уже в конце Что-то изощрялся Изощрялся И так И сяк приложил Короче Фиг его знает Клеилось Не приклеилось Да вроде бы Приклеилось даже Представляете Пацаны И кстати Если вам видно Да Очень-очень заподлицо Прям офигенно Вот так вот Это вот уже Другое дело Да Если эти отвалятся Переклею так же А если эти отвалятся То поклею Значит на двухсторонний скотч Двухсторонний скотч Благодаря катушки Есть Берем Вот так вот Оп Закладываем здесь Такой вот Вот такую плоскость Сделаем Из дождачной бумаги Оп И понеслась Натираем рисочку Почему риска И для чего она нужна Давайте я вам Пока тру Попытаюсь объяснить Все клеи В том числе Эпоксидный Он имеет Свойство Так сказать Не разъедать Материалы А их между собой Очень плотно Плотно Склеивать Для того чтобы Ему их склеить Эти материалы Вот это я сморозил Ну короче Для того чтобы Ему склеить Два материала Ему нужно За что-то Цепляться Если поверхность Будет абсолютно Гладкая Ему будет Не за что Цепляться И он Как вот Поксипол С этой вот Дощечки Отвалится Дощечка Очень глянцевая Ну там вообще То пластик Специальный Типа как бы Вот Но Чтобы избежать Любых Косяков Мы возьмем И все это дело Короче Пошоркаем На объем Рисочку Можно вот так Простить один раз Можно как я Вот так вот Из стороны в сторону Сказать По старой Доброй Верной Закалке Я думаю Что одного Прохода Вполне Достаточно Для того Чтобы Здесь была Хорошая Риска Вот На Алюминиевой Полоске Мы с вами Уже сделали Рисочку Поэтому Сделаем Ее только Здесь Вот Вот Так Хорошо Теперь Нужно Это все Делать Теперь Обезжирить И Развести Поксипол И Надо бы Как-то Его Распределить Более Равномерно Потому что Ты его Наносишь А он Успевает Зараза Застывать Начинать Чем Обезжириваю Обезжириваю Обычно Я Бензин Калоша Применяю Который Бр2 Называется Он более Так сказать Лучшей Очистки Чем Обычный Бензин Калоша Вот И Ну как бы Типа Антисиликон Получается Ну можно Там Всякими Растворителями Но Растворите В этом случае Пластик А нам Это совсем Не надо Такими Вещами Пользоваться Нам нужно Обезжирить Ацетоном Можно Да Но ацетон Опять таки Растворяет Пластик А это У нас ПП Полипрофит Пропилен Ацетон Его все таки Разгидает Как ни крути Так Зачистили Нашу Мешалку Дощечка Чистая сторона И Так Надо Примерить Для начала Вот здесь Вот горбина Да и фиг с ней Да Собственно говоря Она у нас Посолка Мы с вами Помним Обезжиренная Разводим Замешиваем Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну чё, я так понимаю, что подсохло всё уже 300 тысяч раз. Кстати, я проверяю обычно вот на этой штучке. Да, вроде бы уже всё. Вроде как подсохло. Такая уже, уже не липкая субстанция. Такс. Ну да, приклеилось. И прям хорошо, хорошо приклеилось. Всё ровненько, заподлицо, даже чуть-чуть ниже. Класс. Но это потом надо будет растворить, протереть, чтобы всё вот это вот... Какая-то краска, что ли, здесь, или чё это такое непонятное. Ну, оно вот ногтём даже очищается. Протерём. Ну, здесь хоть что-то не до конца село как-то. Надо идти ставить. Пойдёмте ставить нашу красоту. Раз порог, два порог, три порог и где-то был четвёртый порог. Ну, знаете, какие-то фиговые такие опасения, что, наверное, не подойдёт. Потому что это же с руля. Или вообще у нас же, наверное, с другой модели. Фиг его знает. Короче, снимать их очень легко. Вот так вот. Раз. Хоп. Ну. Раз, два, три, четыре, вроде бы. Вроде бы как должно подойти. Ну, типа подойдёт. Нужно взять тряпочку, протереть вот эту вот грязишку. Потому что такая нормальная грязишка здесь. Вроде бы все точки сварочные на месте. Всё хорошо. Я снял накладку. Вот такая вот здесь сначала накладка стоит. Потом снял уплотнитель двери резиновой. И после этого уже отщёлкиваю накладку порога. Сейчас надо протереть здесь. Так, протираем. Ммм, японцы косожопые. Наклеили криво мне наклеечку. Так, ставим. Где новая? Вот новая. Такая она тяжёленькая, хорошенькая. Попадаем в пистончики. О, кайф. Кайф. Мне тоже нравится. Хе-хе-хе. Так, теперь уплотнительный. Резинка уплотнительная. Так, всю мишуру из неё надо вытащить. Резинка уплотнительная. Резинка уплотнительная. О, кайфа. И здесь у нас. А, не попало. Вот так. Всё, красота. Ну, смотрите, какие классные у нас пороги с вами. Сзади немножечко всё потяжелее, потому что нужно снять диван. Потому что вот эта вот штука, она крепится там под диваном на пистоне. А, нет, не на пистоне, я вас обманул, ребята, я обманщик. Она здесь просто так. А, нет, да, всё-таки же пистончик. Давайте я вам покажу даже. Ну, вот наш с вами пистончик. Я думал, что он здесь, а он оказывается здесь. Спрятался. Сейчас мы его выковырим специальным инструментом, который я делал. Ссылка на этот инструмент есть. В описании будет. Под видео, как я его клепал. Самодельный. Вот. Очень помогает выдирать клипсы. Видать, я первый, кто сюда лезет. Что-то я прям подзапарился, е-мое. Мягко выражаюсь так. Чуть-чуть культурным языком, если вылезет. То есть, что-то я как-то подзапарился. Так, эту штучку нам надо с вами будет переставить. Так, это так. Надо сюда надвигнуть сначала. Опа, потом поставить клипсики. Все. Так, злая, дерзкая штука. Ну сказать, что она меня взбесила, это ничего не сказать Прям еле вынулась, ё-моё, вообще Адский какой-то ад Я испытал, так сказать, негодование А в рот наоборот, а Опять хрен вынул, да? Есть Сначала уплотнитель Ёлки-палки Ай, блин Чё дерёшься? О, заодно можно посмотреть Ремень 2007 год Родной Редактор субтитров А.Семкин Коварная штука, однако Я её здесь в первый раз снимаю Вообще-то Ну вот так вот Ну вот, смотрите, какая красота получилась у нас Здесь у нас такой классный порожек теперь И здесь Алюминиевые, понтовенькие порожки Ну вот, я поставил с этой стороны Вроде бы всё нормально встала Я не знаете, когда же Я её Фидуха-то у меня была уже скинута Я там клипсы вынул И просто вот эту часть приподнял И его, короче, выдернул В накладку И потом встал То есть здесь я не отщёлкивал Ну нафиг, они здесь так люто сидят, что капец вообще Даже и не палец больше Да, у меня в машине грязь, ужас Но фигня Капали с 8 Ну и здесь пассажирская тоже Так сказать Неплохо, я вам скажу Да Ничего не видно надпись Subaru Ну вот Subaru Отмыл всё как мог Вроде бы ништяк, смотрится Всё, класс Ура, у нас с вами новый Накладки на пороге Ну как новый Свежевоушный Ну в принципе вот так вот Можно, так сказать Придать небольшого стиля Нашему авто Или вашему авто даже Если это дело всё заказать Во Если это дело всё заказать Во Владивостоке Обычный такой комплект Вот этих вот порогов С металлическими Вставочками Стоит примерно там Тысячу рублей Ну и естественно Тысячу рублей за доставку Итого 2 рубля Ну не так и дорого Хотя кому как Вот Мне таки вообще По халяве достались Так вообще огонь Экономика должна быть Экономной Вот Поэтому Ну сэкономили нормально Стилёк Огонь Металлические пороги Это Блин Прикольно На мой взгляд Посмотрим Как будет держаться Поксипол В этом случае Насколько его долго хватит И вообще Насколько это была Удачная затея Такой опыт Да Как бы Потратил я на это Дело Наверное где-то Наверное где-то Около Двух часов Ну плюс съёмки Плюс Я забыл пару лайфхаков Как снимать Короче Валя Этот Как его Двусторонний скотч Тремовский Ну вот Благо Под конец Уже вспомнил На этом всё Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем удачи И пока